Магнитогорская металлическая группа Rabies выпустила новый альбом под названием Бестиарий. Поклонники уже по достоинству успели оценить этот долгожданный релиз. Павел Берсенев побывал на репетиции и выяснил некоторые подробности из жизни тяжелой команды. А также узнал смысловую составляющую Бестиария. Rabies – это симфометал, преимущественно с академическим вокалом, который не лишен готической атмосферы и мрачности. Это в двух словах. Но к чему эти рамки? Лучше всего о музыке говорит сама музыка. Зачем ты претешь от меня, обломки вдохновенья? Зачем ты, знаешь, все живет в покой? Зачем испачка боял бы, полотно наслаждений и укралил твои мечты солью? Эти металлисты из города Металла заявили о себе в 2006 году. Как любая рок-группа, они пережили неоднократные изменения состава. С основания остались лишь брат с сестрой. Это фронтвумен Владислава Соловьева и клавишник-бэк-вокалист Эдуард Коршунов. Это не коммерческая музыка. Главная цель музыкантов далека от меркантильных идеалов. Внутренняя потребность, что эта грудь зародилась очень давно, еще в раннем детстве, чем-то делиться внутренним. И по мере взросления вот эти новые ощущения, новые переживания, новые какие-то откровения, которые внутри тебя, хотелось бы тоже рассказать об этом и другим. Вот. И мне кажется, это такой вот путь, который ты выбрал, и у него нет конечной точки, пока там, грубо говоря, тебя не вынесут вперед ногами. Сейчас «Арабия» с достаточно известным на российской тяжелой сцене. За их плечами уже два полноформатных альбома, несколько синглов, клипов и многочисленные выступления на различных фестивалях страны. К своей главной страсти они подходят с полной самоотдачей и профессионализмом. По поводу качества, ну вот, допустим, я считаю, и ко всему так подхожу, либо делать хорошо, либо не делать вообще. Поэтому стараешься вкладывать прям по максимуму. Качеством исполнения и записи отличается и новый альбом «Вестиарий». Написание текстов было возложено на Кирилла Бондаренко. Альбом концептуален, хотя в нем нет единой сюжетной линии. В песнях исследуются самые потаенные уголки человеческой души. Поэтому при желании каждый слушатель сможет найти в лирике что-то близкое себе. Есть средневековые «Вестиарии», где описываются различные существа, как реально существующие, так и нереальные, да, фантастические. Вот точно так же представить то, что у нас внутри. Какие-то наши мысли, какие-то наши идеи, какие-то наши страхи, какие-то наши воспоминания и так далее. Альбом «Вестиарий» доступен для прослушивания на всех музыкальных цифровых площадках. Для коллекционеров также подготовлено шикарное издание на физическом носителе. Бокс-сет включает в себя информативный, отлично оформленный буклет, а также флешку с выгравированным логотипом группы. На ней релиз представлен в нескольких аудиоформатах. Павел Брюсеньев, Виктор Исаев, телекомпания ТВИН.